Как работают российские военные летчики в Сирии смогли увидеть журналисты из разных стран. Их пригласили на базу, откуда каждый день десятки самолетов отправляются наносить удары по позициям боевиков. У всех была возможность поснимать, понаблюдать, как работают наземные службы, поговорить с техниками, ознакомиться с жизнью военного городка и, конечно, из первых уст узнать подробности операции. По словам иностранных гостей, видно, что российские военнослужащие работают предельно четко и профессионально. О том, что эффективность ударов растет, говорят представители Минобороны. При этом американские военные, как будто напротив, предпочли самоустраниться от борьбы с террористами. Мы видим попытки ИГИЛ направить к линии соприкосновения с сирийскими войсками маневренных автомобильные караваны с оружием и боеприпасами. Поэтому объяснение представителей Пентагона о том, что они резко снизили количество полетов своей авиации, так как сегодня не видят в Сирии цели, выглядит более чем странно. Сладко впечатлением, что американские коллеги до сих пор не могут определиться со своими целями в рамках объявленной войны с террористической группировкой ИГИЛ. Может быть, поэтому через год после начала действия антигилдской коалиции террористы так вольготно и чувствовали себя в Сирии и на территории Ирака. Если раньше российские самолеты преимущественно работали парами, то сейчас каждый наш экипаж за счет знания местности самостоятельно уничтожает по две более подтвержденных цели за один вылет. Мы занимали здесь взлет или полилет, и военный городок, и военнослужащие, как работают, мы занимали. Конечно, очень впечатляет, но действительно очень четко, профессионально они работают. Такое впечатление я получил.